МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает. Новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Вначале короткоглавное. Внимание, новые выплаты. Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию заявил о выплатах для поддержки семьи с детьми. Кто не рискует, тот не ест клубнику. В стиле Рокель Дербенского района начались работы по закладке клубничной плантации. Спорт против наркотиков. Под таким девизом в Каспийске прошел республиканский турнир по дзюдо. Детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будет назначена выплата. Размер ее составит 5 650 рублей. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию. Кроме того, президент страны анонсировал и другие новые выплаты, направленные на поддержку семьи с детьми. Так, на помощь государства с 1 июля этого года смогут рассчитывать беременные женщины, которые встали на учет на раннем сроке. Размер денежных выплат составит 6 450 рублей. Также будут назначены пособия всем детям школьного возраста, а также детям, которые готовятся к школе в этом году в размере 10 000 рублей. Глава государства также в своем послании выразил благодарность и низкий поклон духовенству страны за работу в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семьи с детьми. Задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. А накануне почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомед Али Магомедов вместе с супругой привился от коронавируса. В прошлом году он отметил свой 90-летний юбилей. По его мнению, вакцинация – это единственный способ восстановить опасную инфекцию, так как в возрасте 60 плюс существуют большие риски заболеть. Вакцинация прошла у него дома. Врачи наблюдали пациентов еще в течение получаса после прививки. Люди пенсионного возраста перенесли вакцинацию хорошо. Таким же образом, то есть с наблюдением врачей на дому, вакцинацию может пройти любой желающий старшего возраста, а также лица с хроническими заболеваниями и маломобильные граждане. Для этого нужно просто обратиться в поликлинику по месту жительства и записаться на вакцинацию или сделать это через сайт госуслуги. Лесной пожар в Акушинском районе тушат вторые сутки. Возгорание деревьев, сухой растительности и кустарников началось еще вчера в 4 километрах от села Усиша. Общая площадь пожара – более 10 гектаров. В ликвидации огня задействовано 40 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Также 30 человек лесопожарного центра и 4 единицы техники. Добровольно в тушении пожара принимают участие 500 местных жителей и 15 водовозов. По словам сотрудников МЧС, населенные пункты находятся вне угрозы. Непосредственно на месте пожара был сформирован межведомственный штаб. По состоянию на 6.00 21 апреля угрозы населенных пунктов нет. Площадь пройденного огнем составляет 10 гектаров. Площадь активного горения составляет 100-200 гектаров. На пожаре задействованы беспилотные летательные средства для мониторинга ситуации. Махачкала готовится к майским праздникам и приезду туристов. Глава города Салман Дадаев лично проверил состояние центральных улиц города. Это проспект Расула Гамзатова, Магомеда Гаджиева и Гайдара Гаджиева. Он осмотрел те места, где обычно проходят памятные мероприятия. Это парки и скверы. Мэр обратил свое внимание на внешний облик и санитарное состояние территории. Салман Дадаев распорядился в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания. В селе Рукель Дзербенского района начались работы по закладке клубничной плантации. Местный фермер здесь реализует масштабный инвестпроект в сфере сельского хозяйства. На 150 гектарах земли планируется возвести плодово-ягодные культуры. Подробнее в следующем сюжете. Более 30 лет местность Кинейли, пригодная для посадки фруктов и ягод, пустовала. После распада Советского Союза многие хозяйства прекратили свою работу. Но уроженец села Тиграна Булгамидов вместе с братом решили вернуть земли в сельхозоборот. Во-первых, этот проект создает рабочие места. Во-вторых, это будущие налоги, которые будут пополнять наш район. Мы в этом году начали уже посадку. Посадили сейчас в сады разных сортов. Около 65 гектаров, по-моему, у нас уже посадка готова. Около 15 гектаров у нас посадка будет клубники. Клубники у нас особый сорт, урожай, который должен давать нам 6 месяцев. За счет собственных средств инвестор провел большую работу. Сорта ягод подобраны, семена закуплены. Пока на участке продолжается обработка земли. В планах соорудить парники для возделывания внесезонной клубники. Провели водопровод на расстоянии 5 километров от Самур-Дербенского канала. Обустроили, значит, территорию. Подготовили водоемы, накопители, чтобы в дальнейшем здесь организовать капельное оращение. Местные жители признаются, что реализация таких проектов на территории района существенно облегчает им жизнь. Теперь не надо выезжать за пределы родины на заработки. В Краснодар ездили, в Россию, да, в разные места по заработкам ездили. Деньги зарабатывать. Там же тоже по тысяче рублей зарабатывали. Чем туда дальше идти? Вот наша селя, наша земля. Сельское хозяйство – перспективная сфера для инвестиций, но достаточно проблемная. Погодные условия, долгое ожидание прибыли, сложность в реализации продуктов. От рисков никто не застрахован. Поэтому здесь рассчитывают на государственную поддержку. Наталья Ханбабаева, Кази Ахмед Абдухаиров, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербенский район. В Махачкале с 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу. Продлится он до 15 июня. За это время в армию будут направлены 475 человек. Я желаю вам удачно отслужить, вернуться домой живыми, здоровыми, неуродными, окрепшими морально-духовно-физически. А для этого в армии время и все. Пишите домой письма. Там будет ваш юридический адрес. Не забывайте, в первую очередь, конечно, о тех людях, которые провожают вас сегодня. И дают вам в бессендаре. В ряды вооруженных сил нашей страны призывники попадут после успешного прохождения медицинской комиссии. Во время торжественного построения с молодыми людьми провели инструктаж и воспитательную работу. Им напомнили о важности соблюдения воинского устава, выполнения приказов командира и начальников. Сегодня вы делаете первый шаг в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Это огромная честь для вас. Почему? Потому что не каждому дано стать защитником Отечества. Спокойной вековой дагестанцы защитники Отечества вели себя достойно. Я надеюсь, что вы продолжите их династию. В Махачкале 25 юных патриотов вступили в ряды движения юнармии. И все они воспитанники Мамиткалинской гимназии Дербинского района. Перед тем, как принять присягу, школьники прошли первоначальную военную подготовку и успешно сдали установленные нормативы. В этот день перед строем своих товарищей юнармейцы дали клятву верности своему Отечеству и пообещали с честью нести звание. Военная подготовка, мне кажется, всегда важна для любого человека. Это все же... Ну, никто не знает, что будет завтра. Мы всегда должны быть готовы ко всему. Я осознанно решила вступить в юнармию. Это все же, можно сказать, мое отличие от других. Тем, что я верна своей родине. Я этим очень сильно горжусь. После принятия присяги юнармейцам были вручены значки и книжки движения, а также проведена экскурсия по боевым кораблям Каспийской флотилии. Кроме того, моряки пригласили ребят на праздничный обед. На сегодняшний день, соответственно, у нас 19 299 юнармейцев в республике. Работа с юнармейским движением проводится ежедневно. На сегодняшний день проводятся две военно-спортивные игры, патриотические игры. Это «Победа» и «Орленок». АО «Призрак Гамсутль» вошел в федеральный топ 10 удивительных маршрутов на майские праздники. Рейтинг составил телеканал «Моя планета». Колоритные места и необычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях. Это то, как считают организаторы, чем богата наша страна. В их числе теперь оказался и дагестанский аул. Спорт против наркотиков. Под таким девизом в Каспийске прошел республиканский турнир по дзюдо. На татаме сошлись более 150 детей и юношей из разных уголков Дагестана. Подробнее в нашем следующем сюжете. Эффектные броски, приемы и захваты в дзюдо 7-летнего гусейна Гаджи Магомедова привлекают техника и красота этого вида спорта. Четыре победные схватки привели его к первому и пока наиболее значимому успеху в спортивной карьере. Этот вид спорта, много очень правил и интересный спорт, где можно бросать и делать красивые броски. Как я услышал, кто будет соревновать в воскресенье, я как это услышал, я сразу начал готовиться. Я занимался, ходил на тренировки. Почти год без соревнований юные дзюдоисты успели соскучиться, рассказывает организатор Саид Гази Магомедов. На татаме дети и юноши в возрасте от 7 до 14 лет. Турнир собрал порядка 150 участников, прибывших из разных городов и районов Дагестана. Для начинающих спортсменов первенство станет своего рода трамплином перед более крупными стартами. Сейчас проходит соревнование 2011-2012 года. Турнир мы проводим под эгидой спорт против наркотиков. Потому что наркотики это зло. Получается мы детей тоже призываем, чтобы дети тоже уже знали, что такое, что это плохо, что другу объясняли. И тут приехало около 10 команд. Это Юждаковский, Дагогни, Дербент, Кардаккен, Монаскент, Нахачкала. 10 команд. Джафаровская школа. И, естественно, наша тоже приехала, наши космичане. Видя то, что они сейчас показывают, как эти ребята борются, я бы сказал, очень конкурентоспособные. И во всех местах есть хорошие ребята. Я думаю, если не бросят, у них перспектива хорошая. Радостные лица победителей и слезы проигравших. Все призеры получили памятные медали и дипломы, а также другие ценные призы. В ближайших планах у организаторов проведение еще одного турнира, который пройдет в формате стенка на стенку. Курбан Рагимов, Рамазан Амаров, телеканал ННТ, Каспийск. Двое дагестанцев завоевали золото чемпионата Европы по вольной борьбе, проходящего в Польше. В полутяжелом весе равных не нашлось махачкалинцу Алихану Жабраилову. Воспитанник спортшколы «Динамо» в решающей встрече вырвал победу у турка Сулеймана Карадениза. А в категории до 65 килограмм на первую ступень педестала поднялся Загир Шахиев из Хасавюрты. В финале он положил на лопатки хозяина соревнований Кшиштофа Бенковски. Отметим, что оба триумфатора участвовали на чемпионате Европы впервые. Сегодня на золото второго дня турнира претендуют еще двое дагестанцев – Абазгаджи Магомедов и Магомед Курбанов. Финалы с их участием пройдут ночью. И еще одна хорошая новость из Польши. Там же в эти дни проходит юниорское первенство мира по боксу, где дагестанец Чейраф Ашалаев вышел в финал. Накануне воспитанник буйнакской школы бокса взял верх над спортсменом из Узбекистана. Ашалаев, выступающий в весе до 69 килограмм, провел бой в атакующей манере, доминируя на ринге от начала и до конца. Несмотря на то, что соперник старался наносить встречные удары, менять стойки, ему не удалось ничего противопоставить нашему боксеру. В финале, который пройдет послезавтра, Ашалаева ожидает поединок с атлетом из Украины. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин